Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня в выпуске. Анапа – город воинской славы. Четыре года знаменательной дате. Атамань открывает сезон. Хат винодела преобразилась к приему гостей. Первомай прожагал по стране сотнями ярких мероприятий. Наш город встречал этот праздник вместе со всей страной. Сегодня мы расскажем, какими насыщенными и разнообразными были эти дни. Надо заметить, готовились к ним ударными темпами. Небольшой участок улицы Терской в самом центре города в канун 1 мая претерпел ряд изменений. В канун праздников глава города, можно сказать, принимал работы по благоустройству. Объем их в короткий срок выполнен огромный. Теперь мэру хочется одного – чтобы анапчане ценили и берегли красоту вокруг себя. С просьбой поддерживать порядок Сергей Сергеев обратился к продавцам магазинчиков на Терской. Ну что вы, окурки убирай. Постараемся чистоту поддерживать. Клубочку вхаживать и задерживать? Да, вообще, все неделю нам не любают. Не только рожать, а не все. Ну давайте, мы сами приятно. Стараемся, конечно. Краснолесные клёны сменили акации не случайно. Эти деревья не только хорошо кронируются, но и дают яркую шапку листьев, которые осенью загораются оранжево-красным пожаром. Цветовая палитра деревьев, лавочек и даже плитки перекликается в одном тоне. Променад вдоль Потерской будет больше напоминать прогулку по заграничной улочке. Ну а пока глава города поинтересовался, как скоро начнутся работы на второй части улицы. Порекомендовал Анжелике Вузуновой задекорировать металлические распределительные шкафы и найти возможным оформить в этом сквере зоны для детворы. Точно в срок завершились работы в сквере боевой славы. В этом убедился Сергей Сергеев, побывав сегодня у мемориального комплекса «Вечный огонь». И не днем позже. Реконструкция сквера боевой славы была на ежедневном контроле первого лица Анапы. Приятно, что сегодня Сергей Сергеев не отчитывал за неуспеваемость, а давал поручение навести лоск к праздникам. Где-то числа 7-8 надо посадить. Потому что за два дня она вырастет по колено. Это же газон. Да, да. Посадить же не будет смотреться лучше на хорошем. Первый заместитель Светлана Яровая непосредственно курировала ход реконструкции и ей принимать работу. Уложена новая плитка, идет тестирование автоматической системы полива. Рабочие ремстроя устанавливают новенькие лавочки. Такие вот симпатичные узорчатые основания. Мелочь, а как радует глаз. В мемориальный комплекс «Вечный огонь» вдохнули вторую жизнь. И слово сдержали. Сделали качественно и в срок. В канун Дня Победы наш город отмечает годовщину присвоения Анапе звания «Город воинской славы». На торжественное вручение почетной грамоты в Кремле от Анапы прибыла целая делегация. Почетные граждане города, ветераны войны и труда, представители депутатского корпуса и общественности. Сначала была торжественная часть. Приглашали главу муниципального образования для вручения грамоты. Приглашали ветерана и представителя молодежи нашего города. Волновались мы все. Потому что, наверное, один раз в жизни удается попасть на такую церемонию. Один раз в жизни удается попасть в Кремль. То, что произошло четыре года назад, это одно из важнейших событий в жизни нашего города. Возвращение делегации из Москвы город ждал с нетерпением. Торжественный кортеж со свидетельством города воинской славы приветствовала вся Анапа. Каждый год Анапа добивается новых достижений. Но день присвоения звания города воинской славы – это особая дата. Великое памятное событие. Еще одну дату вручением грамоты благодарности главы отметили на общегородской планерке. 5 мая – день кубанской журналистики. Сергей Сергеев начал планерку с поздравлений представителей средств массовой информации города-курорта. Я хочу действительно выразить сегодня нашим журналистам благодарность и оппонентам существующей власти тем мероприятиям, которые мы проводим. Тоже высказать слова благодарности искренние. Потому что, поверьте, вы помогаете нам двигаться вперед. Начинающим журналистам и тем, кто давно в профессии, мэр Анапа вручил благодарности и почетные грамоты. Приятный момент предварил серьезные темы. Главная забота на сегодня – подготовка к юбилею Победы. Мы все здесь присутствующие в зале готовятся к празднику 9 мая. Поэтому, Елена Вячеславовна, пожалуйста, проверить еще раз все объехать, все рекламные конструкции, чтобы не было каких-то грязных, порванных, болтающихся, остановочные комплексы точно так же. Вечернюю подсветку проверить и будем оперативно все это решать. Каждая служба отвечает за свое направление работы. Все вместе готовят для анапчан и гостей курорта незабываемый праздник. Подготовкой к сезону заняты профильные управления администрацией. Сергей Сергеев заострил внимание на вопросе проведения конкурсных процедур на размещение объектов сезонной торговли. Торговли в этот курортный сезон на пляжах не будет. Иначе будут другие сотрудники заниматься этим вопросом. Благодарность за труд теперь уже в адрес управления ЖКХ и муниципального предприятия «Ремстрой». Службы выполнили огромный объем работы по благоустройству. Конечно, без замечаний не обходится, но главное – не откладывают в долгий ящик с их исправлением. Работают без выходных и праздников. Вот если мы так будем реагировать и на замечания не только главы, а и наших гостей, и наших жителей, то, поверьте, мы будем выглядеть намного привлекательнее. Давайте вернемся к событиям первых майских выходных. Праздник весны и труда она повстретила торжественным шествием по главным улицам города. 12 тысяч жителей города вышли на праздничную демонстрацию. Непасмурная погода, не начинающий накрапывать дождь, не помешали анапчанам порадоваться 1 мая. Возглавили праздничную колонну глава города-курорта Сергей Сергеев, ветераны Великой Отечественной войны и органов исполнительной власти, депутаты, почетные граждане, представители общественных организаций, сотрудники администрации. Мы сюда первый раз пришли, мы из Москвы приехали, вот. Но нам очень понравилось, у вас очень колонны красивые, чистый город. Демонстрация, класс, выступаем за свою школу Виктория. Мы ее любим. Просто такая радость на душе. Рада за тех людей, которые идут в колонны, за этих малышей, которые кремят медалями, такие маленькие, уже имеют такие высокие награды. Прекрасный праздник, просто для души. Особые слова благодарности администрации города-курорта и нашему замечательному мэру. Замечательная демонстрация. И город, чтобы процветал, он делал все в прошлом году. Праздник, как он был, так остается для нас самый любимый, самый веселый, самый праздничный, самый весенний. Пансионаты, санатории, учебные и спортивные учреждения Анапы старались выделить чем-то запоминающимся именно свое предприятие. Работников сферы здравоохранения сменили сотрудники предприятий ЖКХ. Они настоящие герои этой весны. За короткое время с хорошим качеством провели комплекс работ по благоустройству города и его подготовке к сезону. Единой колонной выступили предприятия транспорта, среди которых как работающие на городских маршрутах перевозчики, так и крупные организации. По традиции закрывали шествия, ансамбли, танцевальные коллективы и деятели культуры. Все, чья работа – это создание хорошего настроения на пчанам и гостям курорта. Их стараниями первомайская демонстрация переросла в праздничный концерт. Первомай – это добрые традиции. Среди них открытие летних сценических площадок. Первомайское шествие завершилось, но праздник продолжился сразу на нескольких концертных площадках. На театральной площади стартовал концерт «В каждом сердце весна». На сценической площадке «Ракушка» на улице Горького настроение анапчанами гостям города поднимали участники духового оркестра «Виртуозы Анапы». Под руководством дирижера Валерия Степанова в программе выступления, как всегда, лучшей мелодии мира. Очень понравился оркестр, отличный репертуар, красивая музыка, чудесно играют, молодцы. Мы из Петербурга отдыхаем здесь уже шестой год подряд в это время и ждем этого великолепного концерта, этого коллектива. А дирижер, зажигалочка, репертуар. И вообще у вас Анапа город праздник. В городском театре Первомай отметили праздничным концертом и будущее своей страны. На сцене ансамбль песни и танца «Солнышко», молодежный вокально-хореографический ансамбль «Надежда России» и музыкальный шоу-театр «Артсоюз». Праздник – хорошая возможность порадоваться за таланты Анапы. Весна – любимое время года, но для селян это начало самой жаркой поры. Первомай словно дает возможность набраться положительных эмоций. Гастагаевцы любят свой дом культуры и если непогода не дает развернуть гуляния на улице, с удовольствием идут смотреть концерт своих артистов. Глава станицы Гастагаевской поздравил всех с праздником. Я поздравляю вас с этим праздником. Любви вам, здоровья, счастья. Пусть всегда будет мир. Концерт в Доме культуры – возможность порадоваться за своих детей. А для детворы праздник – лучшая возможность самовыражения. Детский голосистый звонко поет, мне молодому спать не дает. Звонкие детские голоса создали настоящее весеннее настроение всем пришедшим. Теперь и за работу, с бодростью и улыбками. Май обещает быть горячим. В первые дни мая многоголосием сотен коллективов открыла сезон казачья станица «Атамань». 2 мая здесь прошел фестиваль шашлыка и национальных традиций. Несмотря на неприветливую погоду, станица в этом майское утро кипела событиями. На станичном Майдане обустраивали свои места шашлычники, чьи кулинарные труды оценивали специально. Активная подготовка к предстоящему дню развернулась и на Анапском подворье хата винодела. В этом году территория дворика претерпела значительные изменения. Дорожки вымощены камнем, уже на входе мы понимаем, что идем в гости к виноделам. А в центре подворья теперь красуется большая клумба. На бочке мира, установленной в год 70-летия Победы, все желающие могут написать свое пожелание. Не забыли и про юных гостей хата винодела. У мальчишек и девчонок появилась возможность поиграть в городки. А недалеко от хаты построили беседку, она прекрасно защищает от ветра. Открытие фестиваля шашлыка и национальных традиций на Майдане прошло ярко. Необычно прошла презентация шашлыка. Каждая делегация представляла блюдо на главной сцене. Кто-то сделал это в песнях, кто-то в частушках. Анапчане же представили блюдо во время обряда сватовства в армянской семье. До самого вечера в Атамане кипела жизнь. В хате винодела приглашали поучаствовать в шитье лоскутного одеяла или приобрести на память об Анапе сувениры от анапских мастеров, которые стали лауреатами фестиваля. Хорошие отзывы об Анапском подворье дошли и до главы курорта. На планерном совещании Сергей Сергеев поделился ими. Я хочу выразить благодарность управлению культуры, управлению жилищно-коммунального хозяйства, всех, кто занимался подготовкой Атамани к открытию сезона. Молодцы, хорошо сделали. Сам я еще не был там, но обязательно побываю, посмотрю. Праздновать 1 мая можно по-разному. В Доме культуры молодежной общественники устроили небольшой концерт для ветеранов. Самое дорогое для каждого человека – внимание и забота. Работники ТОСов знают, чем живет каждый житель микрорайона. Вместе на уборку территории, вместе на праздники. Каждое мероприятие готовят с душой. Общественники микрорайона Южный порадовали ветеранов и пожилых людей небольшим, но теплым концертом в Доме культуры молодежной. Школьники подготовили выставку. Нарисовали, каким они видят мир после войны. Нет ничего страшнее слова «война». И вы все знаете, что сейчас воинствующие молодчики снова поднимают знамя фашизма. Не знают они, насколько это страшно. Сколько коля несет. И мы должны не допустить этой войны. С концерта каждый зритель унес с собой белого голубка, изготовленного школьниками. Символ мира. Ко дню победы приурочена традиционная легкоатлетическая эстафета. Великой Победе посвящают свои спортивные победы анапчане. Торжественное открытие эстафеты, посвященное 70-й годовщине Великой Победы, состоялось возле памятной стелы «Город воинской славы». В соревнованиях участвовали команды школьников, студентов, сельских округов, а также жители и гости курорта. Такие же ребята, как вы, в таком же возрасте уходили в лютую стужу, в жару, голодные, холодные, защищать свою родину. От имени главы муниципального образования города-курорта Анапа Сергея Павловича Сергеева, искренне поздравляю вас с наступающим праздником Победы. Состоящая из 10 этапов эстафета прошла по главным улицам города. Ленина, Пушкина, проспекту революции, Гребенской и Горького. Маршрут протяженностью более 3 километров. Первая дистанция – самая длинная. От стелы до сквера боевой славы. «Немного страшно, потому что самый длинный получается забег. 700 метров самый сложный». «Из всех, кто бежит, длинная дистанция, бегу всегда я. Остальные все спринтеры». По итогам эстафеты школа номер 15 финишировала первой среди общеобразовательных школ. Среди СУЗов – Анапский индустриальный техникум. ВУЗов – Анапский филиал Российского государственного социального университета. А самыми спортивными среди команд сельских округов оказались жители Субсехского сельского округа. Встреча команды Анапы и Краснодар-4 завершилась победой нашего футбольного клуба. Исход борьбы решился на последних минутах матча. Вместе с многочисленными болельщиками за матчем наблюдал почетный председатель городского футбольного клуба Анапа, глава города Сергей Сергеев. Несмотря на острые моменты у ворот и той, и другой команды, футболистам ни одной из них не удавалось забить гол. На электронном табло шло время сначала первого тайма, затем второго, но счет оставался, как и в первую минуту игры – 0-0. Единственный гол в ворота соперника забил защитник футбольного клуба Анапа Ролан Погорельцев на последних минутах матча. Школа хорошая, Краснодар. Детям с детства внушают играть в комбинационный футбол. Они стараются. Вы сами видели игру на лицо, что ребята очень хорошо контролируют мяч. Удача сегодня, как видите, была на нашей стороне. По итогам этой встречи количество очков, заработанных командой, возросло до семи. В турнирной таблице по-прежнему на втором месте. Уступают лидерство команде Дзинского района. Жмалдин Каратляшев второй год подряд играет в анапской команде. С гордостью носит повязку капитана. Этой игрой недоволен, но в планах показать, на что они способны и вырваться на первое место. Своих болельщиков надо показывать более зрелищий футбол. Надеюсь, они нас поймут и будут поддерживать так же, как и поддерживают. Спасибо им огромное. Мы будем продолжать их радовать. Следующая игра состоится 13 мая в Краснодаре. Нашим соперником станет команда «Олимп Универспорт». Но главная футбольная интрига этого месяца впереди. 16 мая на стадионе «Спартак» встретятся «Анапа» и «Понтас». Начало матча в 17.00. Завершит выпуск прогноз погоды. Дожди, которыми начался долгожданный май, временно прекратятся. Утро вторника еще будет облачное и пасмурное, но днем уже нас порадует солнце и плюс 15 градусов. Однако прохладный северо-западный ветер не даст погоде разгуляться. По ощущениям будет прохладно. Генеральный партнер программы – клиника «Тризе». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике «Тризе» для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в «Анапе» 30-31-0, улица Крымская, 242, офтальмологический центр «Тризе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова